Даниил Мазоль с детства страдает заболеванием ДЦП. Но это не помешало ему два года назад написать книгу сказок, которая не только вышла в свет, но и успела завоевать признание у читателей. Она получилась душевной и увлекательной. На этом молодой человек решил не останавливаться и взялся за написание нового своего произведения, на этот раз более взрослого и философского. Большую помощь Даниилу в написании оказали его родные и близкие. Это очень большая роль и наше влияние, потому что с самого начала мы очень много читали, смотрели фильмы, обсуждали, говорили, вкладывали все самое дорогое, что, наверное, в нашем сердце есть, чтобы он понял, что в жизни все осуществимо, если ты веришь в свою мечту. Вторая книга уже совсем в другом направленности. Это Даниилены, наверное, мечты, чтобы он имел много друзей, общался, хотел помогать, был необходимым и, наверное, все-таки ему это вообще не хватало, он в этих книгах все это вложил, именно вложил в этих книгах своих. Я считаю, вообще Даниила с самого детства такой необычный мальчик, он очень такой ранимый, трогательный, у него такое мироощущение определенное, то есть он видит в людях только доброту, очень сильно его трогает, когда люди где-то там смотрят на него козу, то есть он как-то это очень переживает. Поэтому, возможно, вот эти размышления, наблюдения за людьми, за собой его подтолкнули к тому, что он начал писать просто о своих мыслях, каких-то ситуациях жизненных. Со слов родителей Даниил мечтает стать спасателем, но так распорядилась жизнь, что он стал спасателем душ. Об этом и его новое произведение. Презентация новой книги прошла в детской городской библиотеке, и такая работа с особенными детьми тут уже стала доброй традицией. В нашей библиотеке проводится большая работа по приобщению детей к социализации, к общению с детьми, которые обучаются в обычных школах. К нам приезжают ребята и в инвалидных колясках, и с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и с нарушениями речевого аппарата, и с ними мы работаем. Проводим интересные мероприятия, конкурсы, выставки, квесты, в которых они принимают участие. Мы не делим «ты ребенок с особенностями», а «ты обычный ребенок, посещающий обычную школу». У нас за одним столом сидят все вместе. И обычный ребенок, и ребенок с особенностями. И таким образом стираются эти границы, что «я особенный, у меня что-то не так». Работа с детьми с особенностями, развитие всегда было в сфере внимания и Брестско-областного молодежного социального благотворительного общества «Живи малыш». В первую очередь у нас в государстве организована социальная поддержка таких слоев населения. Им оказывается всеразличная помощь со стороны города, области, общественных организаций. Также общественные организации помогали в издании данной книги. То есть мы стараемся как-то поддержать, как-то дать шанс таким людям, детям, чтобы они не чувствовали себя какими-то отреченными от общества. Отрадно новая книга Даниила Мазыря будет представлена и в крупнейших библиотеках республики. Юрий Печер, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест». Юрий Петербург